Вопросы развития лесной отрасли обсудил губернатор Тверской области в ходе рабочей поездки Вышний Волочок. Вместе с полпредом президента в ЦФО Игорем Щеглевым, глава региона, провел расширенное заседание Союза лесопромышленников и лесоэкспортеров. Кроме того, Игорь Руденя принял участие в знаковом событии – открытии путепровода через Октябрьскую железную дорогу. Роман Быков также оценил новый виадук. В обсуждении вопросов развития лесопромышленного комплекса Верхневолжья приняли участие ведущие производители региона, а также руководитель регионального центра добровольчества «Мы вместе» Юлия Саранова. Для Тверской области эта отрасль имеет огромное значение. Предприятием лесного комплекса оказываются всевозможные федеральные меры поддержки. Власти страны ждут и ответных шагов. Главное – организовать переработку древесины на увеличенной глубине. Это повысит экономическую отдачу для всей страны. А с другой стороны, понятно, это потребует серьезных инвестиций. И это высокопроизводительно, а значит и хорошо оплачиваемые рабочие места, и дополнительные доходы бюджетов. Напомним, что ежегодно лесной комплекс Тверской области производит продукции на 15 миллиардов рублей, что приносит более миллиарда в бюджет региона. В текущем году зафиксирован рост выручки предприятий леспрома, которые смогли сохранить свои производства и трудовые коллективы. Реализовать инвестпроекты. Во многом это следствие целого комплекса мер, которые разработали власти Верхней Волжи. В частности, производство могут получить на обновление фондов льготные займы на сумму до 50 миллионов рублей под 1,5% годовых сроком до 5 лет. Развитие Верхней Волжи деревообработки потянет за собой рост смежных отраслей. Это деревянное домостроение, это производство мебели, производство элементов биотоплива. Ну и, конечно, это определенная культура, культура уже создания строений из дерева. Еще одно важное направление развития – обеспечение деревообрабатывающих предприятий региона необходимым объемом лесных ресурсов. Планируется организовать первые открытые торги на право заключения договоров аренды для заготовки древесины через конкурсы. Принять участие смогут только предприятия, имеющие собственные мощности по переработке леса. Кроме того, регион активизирует работу по расширению лесного фонда за счет заросших земель. Таковых за последние два года насчитали на площади 44 тысячи гектаров. Открытие движения по новому путепроводу через Октябрьскую железную дорогу стало вторым и не менее важным пунктом визита губернатора в Вышний Волочок. Реконструкция объекта началась в ноябре 2019 года. В итоге заменены опоры, поврежденные железобетонные конструкции, мостовое полотно, перильное ограждение, устроен дренаж. Выполнена работа по устройству подходов, шумозащитных экранов, лестничных сходов и освещения. Хотя это формально и называется реконструкция. По сути, это новый мост. Прежний разобрали полностью до нуля и возвели новый. По идее, он вроде такой же, две полосы, но на самом деле все равно он стал шире. Вот смотрите, вот полоса безопасности, так называемая, вот эта полоса шириной метр с одной стороны и с другой. Это позволяет в случае аварии оттащить аварийный автомобиль в сторону и таким образом движение по мосту будет продолжаться в прежнем режиме. Отдельно губернатор Игорь Руденя поблагодарил руководство Октябрьской железной дороги. Оно выделило оптимальные окна в движении поездов, чтобы работы шли максимальными темпами. Компании Российской железной дороги мы традиционно большое внимание уделяем средству путепроводов. Это самое безопасное пересечение автомобильного и дорожного видов транспорта. Все два года, что шла реконструкция, волочане с нетерпением ждали окончания работ. Ведь по сути город был разрезан надвое. И горожанам, а также водителям транзитных автомобилей приходилось пользоваться объездными путями. Поэтому пятница 17 сентября стала для всех настоящим праздничным днём. Это личный такой праздник для каждого жителя нашего региона. Для всех жителей Вышнего Волочка, у которых иногда родственники жили на другой стороне линии. И целые 30 километров разделяли их, чтобы съездить друг другу на чай. При этом одним мостом дело не ограничивается. Губернатор Игорь Руденя пристальное внимание уделяет благоустройству окружающей территории. Заменены тротуары на улицах Бутягина, Октябрьская, 25 октября и местного проезда. И работы будут продолжаться. Были учтены пожелания жителей, которые просили сделать и благоустройство, и защиту от шума проезжающего транспорта через мост. Надо отметить, что сегодня мы ещё и с Игорем Олеговичем, и с коллегами посмотрели подъездные пути территории. Ещё будет работа продолжена по благоустройству тротуаров, подъездных дорог, подъездных путей. В целом же новый путепровод вместе со строящейся транспортной развязкой на 314-м километре трассы Нева вынесёт важный вклад в системное развитие не только Вашневолодского городского округа, но и всей Тверской области в целом.